Среди гимназистов немало ребят, активных участников мероприятий, которые проводила юнармия в парке «Патриот». Решение об открытии штаба детско-юношеского общественного движения поддержало руководство Одинцовской лингвистической гимназии, и этот проект осуществили. Теперь у ребят своя комната юнармейца, где будут проходить встречи, занятия. Здесь же будут храниться личные дела. Мы очень довольны, что именно в нашей школе открывается этот штаб. Мы думаем, что не только мы будем охвачены, а будут охвачены близлежащие школы. Я уверена, что все наши спортивные достижения и в военном спорте мы будем здесь обсуждать, мы будем здесь собираться, мы будем здесь очень часто встречать гостей. С каждым днем количество юнармейцев растет. Стать им может любой ученик школы. Для этого нужно обратиться в штаб, пройти обучение, побывать на военных сборах и принять присягу. Я решил вступить в юнармию, потому что она открывает новые горизонты. Ты можешь изучать историю российской армии, России. И, во-первых, это испытание силы воли, характера и так далее. Да, мне кажется, это очень здорово. Это готовит к более серьезной жизни. Мне кажется, здесь будут проводиться разные мероприятия. И еще тот, кто захочет вступить в юнармию, тоже будут приходить вступать. Это первая комната юнармейцев в Одинцовском районе. Именно она станет местом притяжения всех участников детского патриотического движения в нашем муниципалитете. Очень счастливы, что это случилось. Ведь это первая комната юнармейца в Одинцовском районе, которая открыта. И мы очень надеемся на то, что этих комнат юнармейца будет открываться все больше и больше. И как можно большее количество детей будет вступать в юнармию и приобщаться к нашему юнармейскому движению. Общественное движение юнармия набирает популярность. Эта организация должна стать альтернативой прежним пионерам и комсомольцам.